Всем привет! Часто спрашивают студенты, что им сделать, чтобы увеличить свои шансы попасть в консалтинг. Сейчас расскажу. На самом деле нам понадобится, наверное, пять вещей, то, что мне пришлось сейчас в голову, но это прям самые основные. Первое – это престижное образование в престижном вузе с отличной успеваемостью. Понятно, почему это нужно, потому что консалтинг – престижное место работы, и чтобы оставаться престижным, нужно брать лучших из лучших. Чтобы брать лучших из лучших, нужно набирать в лучших университетах. Поэтому, если вы учитесь в одном из топовых университетов в Москве или в регионах, конечно, шанс гораздо выше, чем если вы учитесь в каком-то нетоповом вузе. То есть, понять топовый или не топовый вуз очень легко. Если консалтинг-компания приезжает к вам на кампус, значит, они рассматривают его в качестве топового. Если нет, то нет. Если вы не учитесь в топовом вузе, это еще не означает, что ничего не получится, но, к сожалению, шанс тогда будет пониже. Нужно учитывать, нужно тогда добирать будет за счет какой-то другой более сильной стороны. Окей, с вузами разобрались. Что еще нужно? Еще нужны аналитические навыки. Понятно, что консалтинг – это работа аналитическая, где нужно возиться с большим количеством данных, каким-то образом их обрабатывать, структурируть, делать из них выводы, давать рекомендации клиентам. То есть, если вы не умеете абстрактно мыслить, агрегировать большие количества разных объектов в какие-то группы и делать из них make sense, что называется, делать из них выводы, то консалтинг – не лучшее место работы для вас. Так, что поможет приобрести аналитические навыки? Аналитические навыки поможет приобрести любая количественная подготовка. То есть, если вы учитесь на технические специальности, то прекрасно. Скорее всего, с аналитическими навыками все хорошо. Если вы учитесь не на технической специальности, старайтесь делать какие-то исследования научные, вам в любом случае, скорее всего, нужно писать курсовые. Уделяйте им внимание, старайтесь делать их хорошо и старайтесь брать количественные курсы по статистике, эконометике, может быть, теории вероятности и так далее. Эти вещи, как-то связанные с математикой, помогут нотернировать аналитическое мышление тоже в достаточно хорошей степени. Все-таки не все консультанты бывшие нынешние технари, поэтому ничего страшного, но нужно с этим разбираться. Третий навык – коммуникационный. Понятно, что вам нужно будет не просто возиться с грудой информации, но потом еще и презентовать ее клиенту, так, чтобы он смог ее понять, переварить и сделать выводы, которые помогут ему улучшить бизнес. Если вы не умеете коммуницировать, это сделать не получится, и, соответственно, и в консалтинг тоже не берут. Как коммуникационные навыки развивать? Тут лучше всего помогут студенческие организации, будь то кейс-клубы, клубы дебатов. Помогут, в принципе, любые организации, где вам нужно в какой-то группе работать и достигать общих целей. Тут поможет даже спортивная секция, поможет работа, в принципе, в любой компании, где вам нужно в команде работать, взаимодействовать с людьми и вместе достигать какого-то результата. Поэтому, если ваша учеба как раз связана больше с техническими вещами, то есть смысл подумать, где добрать вот эту коммуникационную часть. Ну, если с техническими не связано, то все равно участие в студенческом клубе очень сильно вам поможет. Так, дальше. Умение работать в жесткой среде. Понятно, зачем это нужно. Если вы приходите в консалтинг, где вам нужно работать по 12-15 часов в день, выдавать результат, работать на жесткие дедлайны, вам нужно показать, что вы не сломаетесь в такой ситуации и все равно покажете отличную работу. Лучше всего обрести навык работать в такой жесткой среде – это поработать в жесткой среде. А именно поработать в компании с жесткой, сильной, качественной корпоративной культурой, где нужно много работать и показывать результат. А не просто, я не знаю, приносить кофе начальнику, например. Такие компании в основном – это западные, международные компании, компании в FMCG секторе, например, или та же Большая Четверка. Кстати, идеальный вариант – Большая Четверка. Ну и российские компании тоже есть, но здесь нужно смотреть по отделам. Например, Сбербанк CIB – я думаю, что отличное место, чтобы набраться вот такой дисциплины. Ламода – отличная компания, как пример. Про другие компании нужно смотреть, поскольку велика вероятность, что придется таскать кофе, а не делать работу. А вам это не нужно. Соответственно, если вы получили хорошую аналитическую подготовку, хорошие коммуникационные навыки, и у вас есть дисциплина работать, все практически есть. Не хватает, наверное, еще одного элемента. Ему чаще всего не хватает технарям. Это английский язык. Вам нужно будет работать, особенно если вы идете в консалтинг «Большую Тройку», вам нужно работать с экспертами даже на российских проектах, которые говорят только по-английски. И часто вам нужно будет, особенно на международных проектах, работать с командой, которая говорит только по-английски. И вам нужно уметь это делать комфортно, качественно и без потери результата, как если бы вы работали на русском языке. Не нужно быть нейтивом, но нужно уверенно чувствовать себя на английском. Это, опять же, часто бывает проблема студентов-технарей типа Смехмата МГУ, например, у которых золотая голова, но по-английски двух слов сказать не могут. Вот это, к сожалению, тоже не вариант консалтинга, и часто я видел, ребята таких разворачивали, хотя обидно. Поэтому пока есть возможность обязательно нарабатывать английский. Как это можно сделать? Это можно сделать, поехав по обмену на семестр, учиться за границу. Причем не тусить там с русскими, по клубам ходить, а реально учиться и общаться много с ребятами на английском языке. Это можно сделать в различных клубах разговорных. Тот же клуб дебаты вообще двух зайцев убивает и работа с людьми, и коммуникационные навыки, и английский язык. И просто репетитором можете нанять и с ним заниматься. Так, ну что, подводя итог, если у вас сильный английский, достаточно хороший, чтобы вы могли на нем работать, если у вас хорошая аналитика, хорошие коммуникационные навыки, и вы умеете работать в жесткой среде, а если, ко всему прочему, вы еще и учитесь в топовом вузе, то вы практически идеальный кандидат для консалтинга. Ну, если же вы не обладаете багажом из этих пяти характеристик, то у вас еще все впереди, можно подтянуть, ну, как минимум четыре. В принципе, из топового универа можно что-то разрешить, особенно если поедете учиться за границей. Так что, все в ваших руках. Если нужна будет помощь, мы на связи. Пишите, будем рады помочь. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok